добрый день дорогие друзья сколько раз я хотел снять видео вот сейчас которое я вам расскажу и у меня не было возможности 9 или 10 лет я мечтал о том чтобы снять здесь видео я нахожусь сейчас в италии город называется варезе и это католическая церковь и вот здесь рядом с церковью вот здесь вот это общежитие в котором я когда-то жил полгода я изучал здесь теологию а вот это впереди желтое здание это дом в котором живет кардинал примерно 9 лет назад я молился у меня была нужда приехать в италию и я проводил здесь семинары и один из семинаров проходил здесь варезе я решил сэкономить деньги потому что здесь нету хостелов а гостиницы здесь очень дорогие в то время гостиница было 120 евро сейчас они не меньше 180 евро и я подошел сюда на вот территорию вот католической церкви сейчас я вам покажу тоже здесь и здесь есть ворота которые всегда бывают открытыми и раньше бывали открытыми но теперь они закрыты на них висит замок и вот это здание это воскресная школа здесь дети занимаются учатся рисовать петь играть на музыкальных инструментах под дверь ведь вот она закрыта здесь дверь мощным замком вот она вот здесь спортивные две площадки баскетбольная и футбольная вот они так вот был июнь месяц и я пришел в 10 часов вечера а темнело где-то в 11 или даже в двенадцатом часов я расстелил туристический коврик достал спальный мешок надувную подушечку и лег при дневном свете то есть солнце еще светило а вот в этом месте сейчас я вам прямо покажу где это было вот за той лестнице и видите вот там дальше за этой лестнице я лег и не прошло 15 минут как ко мне подходит гражданском одетый человек и по-итальянски спрашивает не чем я могу вам помочь я ему говорю я не носорю я хотел бы здесь переночевать до утра в пять утра я уйду и здесь за мной будет все чисто но если вы против я сейчас уйду он сказал нет я не против и он ушел но через десять минут он вернулся с какой-то молодой девушкой лет 20 она очень хорошо говорила по-английски и она скользила меня это кардинал церкви он предлагает вам вот здесь рядом есть гостиница он ее оплачивает для вас пойдемте я говорю нет у меня деньги есть и отказываюсь мне не нужно это я хотел бы здесь просто переночевать но если он против я уйду и кардинал бы рядом с ней он сказал нет я не против оставайтесь они ушли опять и через пять минут он один возвращается и у него бумажный большой пакет и там соки вода еда ну такая знаете которая продается в магазине и он говорит это для вас я бы нет я сыт я не голодный у меня все есть я уже поужинал так что спасибо вам большое мне это не нужно но он начал настаивать и отказываться и потом я думаю ну не буду же его обижать я взял маленькую бутылочку воды он сказал откуда вы я говорю из россии а там что все такие огонь нет все разные и он еще один раз попросил меня чтобы я взял и отказался и он ушел и вы знаете я прошел в волнение не мог спать я начал представлять что в россии рядом с храмом я прилег бы ко мне вышел бы священник стал бы мне заботиться обо мне и вот в этих представлениях раздумьях я увидел как он ищет раскладушку идет в следующий раз опять ко мне он простил его раскладушку расставил ее и сказал сейчас же лечь сюда я понял что не надо ему артачиться сопротивляться я не любитель вот знаете спать на раскладушках но я лег и как бы его отблагодарить были были смысле у меня в голове но не деньги же ему давать конце концов кардинал я ему спрашиваю вы хотели бы что я за вас помолился и он говорит ты за меня я груда он год хочу я ему сказал только я буду молиться на русском языке он горит хорошо я закрыл глаза и стал говорить вслух такие слова иисус я благодарю тебя за этого человека я благодарю что ты послал его в мою жизнь я благодарю его за большое вот доброе сердце я прошу тебя чтобы ты благословил его семью его самого и его труд когда я открыл глаза вы не поверите у него слезы были в глазах он ничего не понимал по-русски у меня был порыв обнять его но мне было стыдно тоже и вот так я переночевал вот в этом месте мне приятно вспомнить то состояние вы знаете когда бог заботится о человеке происходит вот такие дела он посылает людей с добром и вы это ощутите поразмышляйте а я желаю вам божьей милости и благодати до свидания